Привет всем в эфире Newsbox, меня зовут Григорий Юрченко. И сегодня мы снова расскажем вам новости о самых интересных звездных событиях и мероприятиях из мира шоу-бизнеса и музыки. Провожаем последние дни весны вместе с Russian Music Box. Поехали! Правильная девочка для группы M-Band. Христиан Костов отдал 10 баллов Emporia Music Fest. История любви слилась со слезами сожаления в новом клипе группы Царь. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Newsbox. Винувшую пятницу группа M-Band сняли клип на песню «Правильная девочка». Певцы поделились, какая именно девочка является для них правильной, а также рассказали о дальнейших планах в творчестве. Подробности узнаете из репортажа Владислава Богданова. На днях группа M-Band сняли клип на свою новую песню «Правильная девочка». По словам ребят, видео будет очень зрелищно и, несомненно, сумеет удивить зрителя. Клип о самой настоящей искренней любви. Короче, небольшой спойлер. Будет много неправильных девочек и одна правильная. Но нужно будет ее разглядеть. Очень много моментов интересных, связанных с операторской работой, потому что вот она будет очень уж прям вот нестандартная. И мне кажется, зрители это оценят. Съемочный процесс проходил под чутким руководством продюсера коллектива Константином Меладзе. Я всегда присутствую на съемках клипа своих артистов, потому что я, собственно, являюсь и инициатором съемок, и заказчиком съемок. И, собственно говоря, мне кажется, лучше всех. Знаю, что должно получиться в конечном итоге. Это будет очень зрелищно, это будет очень красиво, это будет ново, во всяком случае, в нашей интерпретации. Обычно в группе M-Band снимались такие полусказочные клипы, какие-то такие яркие, разноцветные и так далее. Сейчас они повзрослели, поэтому это будет более взрослый клип, который похож на такой маленький реалистический фильм. Голову повышен, ребят. Больше дыма. А вы согласны, что все-таки больше парни привлекают хулиганки, нежели правильные девочки? Вы знаете, тут происходит такая, собственно говоря, притягиваются разнополюсные люди. Вот, собственно говоря, наших хулиганистых поварней привлекла отличница в этом клипе. И вот, что происходит, вы увидите. Также певцы признались, что, несмотря на схожие взгляды в музыке, мнение о том, какая же девочка является правильной, несколько разнятся. А правильная девочка, она вообще какая? Она точно особенная. Для каждого она своя. Мне кажется, у нас у каждого свои пути. Наши судьбы пересеклись только вот в работе, в группе, в творчестве, в вдохновении. Стоит отметить, что все свободное время M-бэнд проводит на студии, записывая новый альбом, который выйдет уже этой осенью. Плотно готовим новый альбом, который будет кардинально отличаться от первого альбома. Мы работаем над каждой песней просто неделями усердно, переделываем каждую песню по 10 раз. В итоге она получается просто невероятно крутой. И каждый трек, он, не знаю, просто до глубины души нас трогает, потому что вкладываем мы в это всю душу. Развиваемся, становимся более музыкальными. Вот, поэтому, думаю, мы очень порадуем всех. Эмпориум Мюзик Фест приз фестиваля – поездку в швейцарский город Монтрё на легендарный Монтрёк Джаз Фестиваль. Участники первых конкурсных дней задали такой бешеный ритм и установили высокую планку Эмпориум Мюзик Фест в этом году, что поразили своим мастерством и профессионализмом повидавших многое звездных членов жюри. Естественно, что это конкурс, но у нас какая-то такая атмосфера очень теплая, душевная, поэтому мы сидим просто наслаждаемся и слушаем. Кто нам нравится, мы говорим просто нравится и все. Если нам что-то не нравится, мы это даже не говорим, мы просто не замечаем. Либо он играет на инструменте, любой музыкант пропускает это все через себя, через свою душу и наполняет это все эмоциями. Если я вижу, что человек, даже несмотря на то, что нет каких-то фантастических голосовых данных, нет какого-то там настроя, но есть сердце, есть душа, и я чувствую, как это дышит, я буду голосовать за такого человека всегда. Серебряный призер Евровидения 2017, финалист проекта «Голос дети», самый востребованный юный певец Болгарии и России последних дней, Кристиан Костов. Несмотря на насыщенный график и свалившуюся популярность, присоединился к жюри «Эмпориум Мюзик Фест 4». Совесть не мучает вообще вершить судьбу участников, которые в разы может быть старше тебя даже. Ну, если честно, я знаю, что на Евровидении тоже из разных стран в жюри были не все люди старше 18 лет, то есть я знаю, что во многих странах были подростки. И я считаю, что это абсолютно нормально, для музыки нет возраста. Приближение финала «Эмпориум Мюзик Фест» будоражит умы участников и известных членов жюри, которые томятся в ожидании потрясающих концертов, наполненных актуальной музыкой, атмосферой международных фестивалей и конкурсной интригой. Участники фестиваля смогли протестировать и выбрать свой микрофон, который подходит и идеально раскрывает голос в рамках «Эмпориум Мюзик Тест». Моя музыка, я надеюсь, что она вдохновляющая и живая. Это самое главное для меня, чтобы она вдохновляла и дарила какие-то новые краски в жизнь всем людям, для которых я ее исполняю. Ночь закрывает зон и гора, и нас не доражит дикий холод. Мы надеемся, что этот конкурс и наше участие в нем может быть серьезной вехой в нашем творчестве и, надеюсь, первой ступенькой в нашем будущем. Очень серьезные и крутые музыканты выступают здесь, но здесь существует такая атмосфера, больше, наверное, дружеская, чем соперническая. Поэтому какого-то волнения как такового нет. А как ты считаешь, у тебя сегодня есть конкурентность? Я сюда не конкурировать пришел. Все очень крутые, я пришел просто насладиться музыкой. Выбор победителей четвертого конкурсного дня оказался очевидным и для зрителей, и для жюри. Ими стали группа «Смотри!» и, конечно, Сергей Мушта. Отличная возможность засветиться, продемонстрировать все. Ну, конечно, с продюсером познакомиться, ну и все по классике. Мы хотим поделиться своей музыкой, своим настроением. Ну, как бы банально это не выглядело и не звучало. Мы хотим поделиться кусочком своей души с каждым. Музыкальная общественность замерла в ожидании финала 8 июня, который обещает стать громким, эксклюзивным событием для ценителей музыки в Москве. Недавно на природе в живописных местах Киевской области прошли съемки клипа группы «Царь» на песню «Улетим». Из нашего репортажа вы узнаете основной замысел новой видеоистории молодых музыкантов. Привет, Russian Music Box! Это «Царь» и вы находитесь вместе с нами на съемках нашего клипа на песне «Улетим». Съемки проходили в живописных местах Киевской области. Выбор природы был аргументирован тем, что видеокартинка должна быть максимально натуральной в нежных пастельных тонах живой природы и естественного солнечного света. Это история про чувства без слов, в которой главные герои сквозь призму воспоминаний и реалий рассказывают любовь, как вдохновение, желание вечного и слезу сожаления, что не смогли удержать эти чувства и эмоции. Наверное, каждый из нас проживал хоть раз в жизни, моменты расставания, когда в сердце еще остается капля такой глубокой любви, и когда не хочется отпускать своего любимого человека. Иногда это печальный конец, иногда расстаются люди, но тем не менее они потом вспоминают, это все вспоминают лучшие свои моменты, и даже в конце эти лучшие моменты вызывают реальные эмоции, реальную мужскую слезу. История начинается с последнего ужина, в котором герои молча в унисон проживают те самые теплые моменты отношений. Заканчивается она мужской слезой и танцем в реке, которая, как символ, уносит с собой всю историю любви героев. Смотрите совсем скоро премьера на Russian Music Box «Царь улетел». Группа «Зе Паракет» снова в России. Молодые музыканты из группы «Зе Джигитс» передают приветы бывшим девушкам. Мисс футбольно-национальной лиги «Фанбет». Узнаете об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Григорий Юрченко. Всем желаю продуктивной рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова